В столице в этом году оптимизировали бюджет на 43 миллиарда тенге. Сэкономленные деньги направили на решение социальных проблем, поддержку малого и среднего бизнеса и инфраструктурные проекты. В этом сегодня отчитался Аким Нурсултана Алтай Кульгинов. Рассказал градоначальник и о других актуальных проблемах столицы с подробностями Диана Сапорбекова. Столичные чиновники весь этот год пытались сократить непродуктивные расходы бюджета. В итоге получилось оптимизировать миллиарды госсредств и пустить их на реальные нужды. К примеру, больше 25 миллиардов тенге было направлено на строительство дорог, коммунальной инфраструктуры и ремонт дворов. А еще за счет сэкономленных денег пополнили стабфонд и снесли аварийные дома. Это ветхое аварийное жилье. В каждом большом городе, особенно в столице, такие вопросы имеются. У нас свыше 200 ветхого жилья. И согласно плану, мы в прошлом году 190 семей перевели из аварийного жилья в новое жилье. За 2020 год свыше 200 семей. И на следующий год эта работа будет продолжена. Решается вопрос и с долгостроями. За полтора года, по словам градоначальника, их число сократилось больше, чем в два раза. В прошлом году в эксплуатацию ввели 10 из 52 жилых комплексов. До конца года завершат еще 20 объектов долевого строительства. Еще одна тема, которая волнует, в частности, столичных родителей – переполненные школы. Таких тоже становится меньше. В этом году в эксплуатацию ввели 12 учебных заведений. А это в два раза больше, чем в прошлом году. В ближайшие пять лет запланировано строительство еще порядка 50 государственных школ. Также Кульгинов подчеркнул, что к возведению других соцобъектов привлекаются инвесторы. В целом, социально-экономические показатели столицы показывают положительный результат. Несмотря на пандемию, благодаря принятым государством мерам, мы прогнозируем инвестиции в основной капитал, поступление по итогам года более 1 триллиона тенге. Для сравнения скажу, что по итогам 2019 года было это чуть больше 900 миллиардов тенге. Рассказал градоначальник и о подготовке к возможной второй волне COVID-19. Эпид-ситуация в городе стабилизировалась, заверил Алтай Кульгинов. И даже поблагодарил жителей за ответственный подход к карантинным мерам. Если в начале года количество лабораторий по ПЦР-тестированию было всего 1 единица, сейчас уже мы нарастили до 17 единиц. Это говорит о том, что наша мощность увеличилась до 11 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Результаты можем выдавать до 4 часов. Кроме этого, в стационарах мы установили мини-лаборатории изотермические, которые могут выдавать результаты для пациентов, которые лечатся в стационаре, до 2 часов. Впрочем, на ЧИКУ необходимо быть всегда. Аким призвал отказаться от корпоративов и массового скопления людей и встречать Новый год дома в кругу близких людей, нежели на больничной койке. Сейчас рассматривается вопрос круглосуточной работы ТРЦ и торговых домов, чтобы не образовывать столпотворение, когда столичные жители начнут закупаться подарками к праздникам. Диана Сапорбекова. Итоги дня.